Телеканал КРТ представляет Здравствуйте, люди! Рад вас всех видеть. Добро пожаловать в «Принцип Гольдерба». Надеюсь, что вы все живы, здоровы, вопреки пандемиологической истерии. Так или иначе, берегите себя и не расслабляйтесь, потому что что-то в этом есть. А очевидно, что надежда в таких сложных ситуациях должна быть исключительно на себя и на близких. Все остальное пустое. Все эти заверения президента, мэра, премьеров и прочее, прочее, прочее. Итак, несколько выпусков программ назад я говорил вам о том, что так удивительно совпало, что для Украины немаловажно, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки. И я вам говорил о том, что президент Трамп, понятное дело, это игра на местного избирателя, понятное дело, нужно уводить избирателя от ситуации с пандемией у них там. И для этого используются различные инструменты. Еще до этой ситуации с пандемией уже тогда администрация президента говорила о том, что она очень хочет расследовать то, что здесь происходило с участием ее граждан на протяжении пяти лет правления Порошенко. И тогда я говорил о том, что это не пустые слова, что если администрация президента Трампа займется этим серьезно, то не дожидаясь украинского правосудия, и Порошенко, и его комарили однозначно дождутся правосудия американского. Американцы очень просто формулируют свое обвинение. Они говорят, мы дали вам деньги налогоплательщиков, вы их разворовали. И вот на днях бывший главный прокурор Нью-Йорка, бывший мэр Нью-Йорка, один из лучших, кстати, Джулиани, сегодня это советник-помощник Трампа, заявляет о том, что он провел свое расследование, и этому расследованию будет дан ход. И уже он начинает не стесняться в своих словах, оценивая то, что происходило здесь при режиме Порошенко. Почему это важно? Потому что мы с вами ожидали от господина Зеленского справедливости и справедливого суда и преследования в отношении тех, кто пять лет грабил страну на крови. Помните это его «Я ваш вырок»? Походу, это, по-видимому, оказалось, что он вырок не в Порошенко, а в Украине, но об этом позже. А пока мы говорим о том, что та справедливость, к которой взывают миллионы наших сограждан, расследование по делам свинорчуков, расследование по Майдану, расследование по войне, расследование по мародерству, расследование по разграблению бюджета, расследование по первому миллиарду Яценюка, по стене и так далее, вот все то, что полито слезами и кровью за время правления Порошенко, все это справедливость, по-видимому, очень вероятно, придет сюда в эти годы не изнутри Украины, а из-за океана. Посмотрите, очень короткий сюжет, чтобы я не цитировал Джулиани, а он сам скажет, или там, скажем, услышите, что он скажет о том, что происходило здесь. Адвокат Дональда Трампа Руді Джулиані оприлюднив висновки зі своєї поїздки в Украину. Відповідну заяву він опублікував у Твіттер. У Твіттерх містяться докази того, що влада в Україні була захоплена адміністрацією експрезидента США Барака Обами і їх агентурною мережею, начались експрезидентом України Петром Порошенком. Джулиані стверджує, що з України було вкрадено і виведено за кордон понад 100 мільярдів доларів. Це більше, ніж статки Біла Гейтса та Марка Цукерберга узятих разом. За словами Джулиані, Порошенку та членам його режиму не просто дозволяли красти. Вони крали і ділилися зі своїми покровителями – Байденом, Клінтон і іншими членами Демократичної партії. Ось що пише адвокат Дональда Трампа, провіцепрезидента США Джо Байдена і експрезидента України Петра Порошенка. Вони захопили владу, зруйнували величезну країну в центрі Європи, а тепер намагаються виправдати звірячі злочини демократією і зміною курсу України. Це афера. Нічого, крім пограбування, в Україні не відбувалося. Також Джулиані додає. Факти свідчать, що корупція в Україні була настільки великою і жахливою, що президент був зобов'язаний просити про розслідування США-Україна. Імпічмент – це частина прикриття демократів. Вимагання, хабарництво і відмивання грошей Байдена та Порошенко в Україні виходять за будь-які рамки. Порошенко і його подільники прямо втручалися в демократичні вибори США, і за це вони відповідатимуть сповна. Розгляд справ в Україні Рудольф Джулиані описує так. Ініційований демократами імпічмент покликаний перешкодити розслідуванню корупції епохи Обами та оприлюдненню наступних фактів. 100 мільярдів доларів було відмито в Україні. Мільярди, в основному доларів США, використані не за призначенням. Зафіксовані вимагання та хабарництво. Багато що ще попереду. Обіцяє адвокат Дональда Трампа та екс-мэр Нью-Йорка. Допустим, журналисты і лідери общественного мнення сидять в тюрмах либо под домашним арестом. Судя по тому, як Зеленський отмораживається від реформы правоохранительной системи, судя по тому, що творять в спецслужбах, можна сказати, що здесь при нем тех самих, як він говорив, посадок весною не буде. Кстати, весна вже заканчується, господин Зеленський. Але пока не о нем. В цьому единственному ошибся Джулиані. Во всем остальном ошибок нет. Задумайтесь, задумайтесь. 100 млрд доларів. Це у кожного із нас забрали, якщо відсоти з розчета 40 млн. чоловік, живущих тут, у кожного із нас забрали 25 тисяч доларів. У большого, у маленького, у всіх. В каждій сім'ї забрали минимум 100 тисяч доларів. Задумайтесь о цифре. Задумайтесь. Вот ви мене смотрите, а за ці годи минимум столько у вас забрали. І зараз вони, ті, хто воровал на крові і на розбраті, прекрасно себя чувствують, катаються в парламент, дають якісь советы, выступають по телевізорам, в тому числе на каналі олигарха Рената Ахметова. вони замечательно себя чувствують, у них все хорошо. Пока. Я думаю, що в пору їм почитати книжку, яка закінчується фразою «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Я специально хотів начати программу з цього, тому що все время утверджав, убеждав вас в тому, що Україну зробили розменной монетой, її зробили орудием совершення тех чи іних необхідних геополитических действий, і в тому числе преступлений. І помогав в цьому всім іменно режим предыдущого президента. К сожалению, сьогоднішній президент, судя по «Последнему делу», я никогда не спешу с выводами, пока сам не ознакомлюсь з делом. Я прокурор, я знаю, как надо читати уголовні дела, і я понимаю, що надо бути в читці їх дуже аккуратним і осторожним. Нужно говорить доказательно. Але я вот що вам скажу, уважаємі люди. Коли ножеві удари наносяться после того, як чоловік догоняє другого, коли смертельний удар наноситься в спину, либо коли тот лежит на полу і не спротивляється, це із того, що я бачу і розумію, це точно не необхідна оборона. Це откровенне убийство, тому що обороняться здесь було неоткуда. І неот кого. І в зв'язі з цим можу только сказати. Не шутил, коли говорил вам «Вооружайтесь», тому що система государственна не в состоянии защищати кожного із нас. Якщо б тот погибший був вооружений, якщо б він мог реально оказати сопротивление, я думаю, він остался б жив. Помніте, всегда на весах две вещи. «Безопасність, жизн, здоров'я ваших і ваших близьких і бандита». Запомніте, плевать на бандита. Убити бандита законно. Погибнути самому, стати жертвой – плохо. Виберіть із цих двох вещей. Я понимаю, ви мене зараз скажете, де купити, як купити, як це сложно, як… не я придумав эти условия. Но я видел неоднократные ситуации, когда нормальные, хорошие, порядочные люди, которым було чем оказать сопротивление, держали верх над бандами, выживали, живуть счастливо, і все у них в порядке. Я видел другие ситуации, расследовал їх, когда хорошие, добрые, порядочные люди, ожидая какой-то помощи от государства, не дождались её и погибли, потому что на них напали преступники. Моё глубокое убеждение. Закон даёт возможность… Да, у нас кастрированное право на вооружение. Я против такого. Но есть возможность думать о себе и своей семье. Пожалуйста, думайте. Не шучу. Серьёзно говорю. Принимаем звонки, а дальше потом к теме. Да, алло. 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 Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, Василиса, Василиса Мойвович. Дуже приятно. Город Гуляйполе, Запорожской области. Запорожья, я розумію. Добрый вечер. Так. В общем, таке питання у меня. Есть у вашей партии программа? Если есть, то как с ней можно ознакомиться? И если бы сейчас были выборы, вы бы объединялись с оптицентной платформой «За життя» и «Компартия». И еще одно. Вы означаете такую дату, как 7 листопада. Великая жалтнева социалистичная революция. Я особисто? Да. Мабуть, традиционно. Я все ж таки с тієї ще епохи. Я народжений у СРСР, тому, мабуть, традиционно для меня це червона дата. Це перше. Я с кінця почну. Добре, пане Василю? Альо? Еще? С кінця почну. Добре відповідати? Да, добре, добре, добре. Пішли далі. Я впевнений, що на виборах всі розумні сили, сили, які розуміють. Пропагандувати щось, то таке. В нас нацисти, якщо треба, будуть розповідати за мир та любвіобільність. А капіталісти будуть розповідати про те, як вони обожнюють робітника та переймаються його правами. Моє ставлення таке. Якщо люба нормальна політична сила, це сила, яка розуміє, що подальший шлях України у бік капіталізму, це відсутність України на карті, на мапі. Ми повинні створити, негайно створити, причому знову, з нового, з чистого аркушу, повинні створити нормальну соціальну державу. Державу, яка колись відповідала своєму призначенню. Вона повинна робити на людину. Якщо ні, вона не повинна існувати, вона не потрібна. У людей і так багато тягарів по життю, а ще і коли держава зверху пригає, то взагалі краще не жити або краще не існувати в такій державі. Кожна політична сила, яка це розуміє, яка це не просто декларує, а щось робить для того, щоб демонтувати вистроєну тут олігархічну модель правління за ці от 30 років та побудувати нормальну соціальну державу, яка буде виключно працювати на кожного з громадян, з тими силами можливо і правильно об'єднатися. І це буде зроблено. І я впевнений, що зараз йдуть ну такі перемовини, притірки, як українське це слово, неважливо. Це відповідь на друге запитання. На перше запитання. Союз лівих сил має офіційний сайт, має офіційні сторінки, він є у соціальних мережах. І найбільш простий варіант побачити програму, це зайти на сайт партії, натиснути кнопку програма партії і там її прочитати. Я приймав особисту участь у розробці цього тексту, тому подивіться, будь ласка. Впевнений, що там все зрозуміло і якісно. Для України сьогодні то, о чому я сказав, випрос життя і смерті, це випрос неполитичних торгов. І той політик, який считає, що він вискочит, обманув всіх, заскочит опять власть і буде рулить, не, нечим буде рулить, країна розлетиться на куски. Йе треба создати заново. В цьому очевидне убеждення. Що таке государственна машина работает на человека? Це обеспечення його безпасності. Для цього я плачу налоги. І ви платите, ви, Василий Самойлович. І інші платять. Обеспечення соціальних, покрытие соціальних нужд, це несложно, дінькі є. Просто забираємо у тех, хто прожирає мільйони в місяц, і правильно распределяємо тем, хто создав ці мільйони. Україна за время самостоятельності не создава нічого. она пользується тем, що осталось їй от моєго отца, от моєго деда, от ваших родителей, от других, от тех, хто создавав тогда, до 91-го года. Не создано нічого, только просрали все, що можна. тому обязанність государства обеспечити кожного своєго гражданину, якщо цього не буде, ми увидим, тут же вопрос економічний, кроме емоцій, кроме справедливості, обычная економіка. Коли ваша, моя, другая сем'я в Україні загибаються, коли в них нет денег, ми не пойдемо на рынок, ми не пойдемо на рынок, здохнет продавец, здохнет продавец, здохнет украинский производитель. Я понятно объясняю так? Здохнет украинский производитель. Все, украинского рынка нет, экономика екнется. С любой точки зрения выгодно государству, не просто оно обязано, ему выгодно поддерживать платежеспособность украинской семьи. Это правильно. И с точки зрения голой экономики, и с точки зрения понятия государственности и вообще зачем государство было создано. Идем дальше. Государство обязано защитить. Если вот так, как сегодня оно защитило, когда убийцу оправдали, а потерпевшего обвинили, такое государство не нужно. Еще раз говорю, думайте, как защитить себя сами, потому что любой бандит, которого государство оправдало, распоясывается. И людям, нам, всем надо готовиться вот к этому. Это правда. не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Так лучше будьте во всеоружии, чем без него. В Америке очень много случаев, когда бандиты погибают от пуль собственников и ничего, нет проблем. Собственников жилья, домов там, когда помогают полицейским останавливать вооруженные грабежи. И это нормально. Да, вы мне сейчас приведете примеры о том, что в школах иногда творится. Творится. Это правда. Я думаю, что это серьезная их недоработка. Мы должны просто перенять то, что у них есть хорошее и исключить то, что у них есть плохое те риски, которые несет в себе владение оружием. Но другого варианта нет. Задумайтесь, 6 миллионов стволов незарегистрированных бродит на руках. Как вы думаете, у кого они на руках? У нормальных людей? У вас, Василий Самойлович? Уверен, нет. Нормальное государство это государство, которое хочу я. Когда к врачу можно обратиться, когда тебя нахер не пошлют. Нормальное государство это когда управляет страной и отраслями, и всем управляют граждане Украины, а не инородцы. Они здесь не нужны. Здесь хватает умных, нормальных людей. Специалистов, порядочных, классных и так далее. Нормальных, тех, которые хотят здесь жить и развиваться. А не хапануть здесь что-то и свалить отсюда к себе куда-то там в междуречии. Нормальное государство это которое дает, а не забирает. Вот это нормальное государство. То, что сегодня выстроено в Украине, это не нормальное государство. Это государство, задумайтесь, если нельзя продать газ предприятиям, потому что предприятия загнулись, то его можно продать людям, заставить его купить задорого. Вот то, что сейчас происходит с газом в Украине. То же самое планируют сделать с электроэнергией. Вопрос, зачем такое государство? Поэтому, отвечая на ваш вопрос, подводя черту, говорю, мы должны демонтировать олигархический строй, который выстроен здесь за 30 лет, вне закона признать участие олигархата, любого олигархата и международного. Помните, да, представителем международного олигархата являются МВФ и другие и грантоедские структуры. То есть, все то дерьмо, которое высасывает соки из Украины снаружи. Легко запомнить. Внутренний олигархат, это несколько фамилий, которые захватили отрасли, которые не делали, не создавали. Они уголь не производили, они газ не производили. Они просто захватили эти темы и высасывают соки Украины изнутри. Эти вещи должны быть запрещены. В программе все есть, там 15 пунктов. Более подробно там дальше увидите. Сейчас, кстати, мне приятно, многие партии начали у нас эти пункты вытыривать, воровать, себе вписывать. Бог с ним, мне не жалко. Не жалко потому, что это развитие, это разум, разум пошел куда-то. Хорошо, пусть идет. Еще звонок. Да, алло. Добрый вечер, Максим Юрьевич. И вам добрый вечер. Я звоню из Харькова, Александр. Здравствуйте, Александр. Меня такой, да, очень приятно вас всегда видеть, я с удовольствием вас смотрю, вы мне импонируете. Я вам, ну, как вам сказать, я открыто и честно говорю. У меня такой вопрос. Вы вот в начале программы про Джулиане нам показывали. Ну, слушая то, что он озвучил за Порошенко и за 5-6 лет то, что произошло в нашей стране и что у нас украли, ну, вы знаете, это расстрел на Майдане независимости прилюдно. Это мое мнение, понимаете, так страной нельзя делать. Но у меня вопрос опять возникает, вот все вот из-за того, что у нас сейчас происходит. Медицину убивают, Супрун, нам, ну, мы зависим от других стран, от западных партнеров, мы под ними ходим, ну, не мы, а наше правительство. И вот, на ваш взгляд, вы, допустим, выиграли выборы и что нужно изменить в первую очередь, чтобы политики не прикрывались вот таким вот я несу политическую ответственность. Ну, извините меня, Максим, я смотрю на наших политиков, они не несут ничего, они должны в законе нести уголовную ответственность. Совершенно верно, не кладите трубку, Александр, совершенно верно, вот сейчас звонил человек, он говорил, где у вас программа, есть, в программе это одним из первых там пунктов идет, что должна быть введена и будет введена юридическая ответственность политика отдельно и должностного лица, ну, есть же назначаемые, да, за обещанное и сделанное и не сделанное. Все легко замерить, это несложно. Легко применять слово вред, легко. Это врут, когда вам говорят, нет, нельзя, как это, да очень просто, посмотреть статистику умерших, посмотреть статистику заболевания. И если в период министерства конкретного министра людей умерло много или там больше, чем обычно, и все пошло опять в тар-тарары, этот министр должен отвечать. Никакой политической ответственности здесь нет. Это чушь, придуманная политиками для того, чтобы уклоняться от ответственности. Вы знаете мою позицию, я ее не первый раз выражал, да, я за возобновление смертной казни. И я считаю, что тем, кто разрушает страну, должна быть применена к ним смертная казнь. Потому что на их поганых душах, души миллионов ушедших людей, душа разрушенной страны, жалеть их не хочу, поддержит народ не буду. Другие, я думаю, разумные люди рассчитывают примерно так же. Что касается того, что они принимают решение коллегиально, да, они же как прячутся, ой, нас 400 человек депутатов приняло решение, а что, как вы меня одного привлечете? Очень просто, коллегиально, никто не отменял солидарную ответственность. Каждый из вас ответит за другого, раз вы приняли это. Роль каждого будет оценена, кто был организатором голосования, кто голосовал, ну и так далее. А самое главное, несложно подсчитать, сколько мы потеряли. Ну, несложно. Баланс же простой, правильно? Согласны вы со мной? Приняли закон, смотрим по этому закону. Люди умирают, отрасль разрушается, люди выезжают, страна экономика падает. Что? Сложно найти экспертов, которые все это свяжут воедино? Ну, грубо говоря, экспертов, аудиторов и скажут, так, 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 такая причина, следственная связь. Несложно. Все для этих наказания. Я не вижу в этом проблемы. Все эти рассказки о том, что это политическая ответственность, это ложь. Ее надо ликвидировать. Должна быть индивидуальная ответственность, потому что после твоего действия хорошее случилось или плохое. Если он классно все сделал, да честь ему и хвала. Молодец, классный министр. Орден, премии, машина, дача, все понятно, он же для всех все хорошо сделал. Молодец. Но если нет, он должен ответить. Причем должен так ответить, чтобы другие дергались от того, чтобы их участь это не настигла. Только так мы исправим ситуацию. Не будет по-другому. Ну, не будет. Люди, не будет. Вот вы мне говорите, мне нравится вас смотреть, слушать, а мне нравится вам это говорить. Объясню, почему. Потому что я искренне считаю, что делясь вот сейчас, например, со ста тысячами украинцев, запускается сарафанное радио. Вы объясните это другим. Вы объясните, что так нельзя. Вы объясните им, что тот, кто сейчас пытается натравить другого украинца на другого, что он не на том языке говорит, не в ту церковь ходит, не то и национальности, еще что-то. Он негодяй и мудак. И его слушать нельзя. И верить нельзя. Потому что он это делает намеренно, чтобы еще больше расколоть страну и людей. Все очень просто. Вы объясните, что тот, кто говорит, что МВФ это классно, он или дурак, или агент иностранного влияния, задача которого помочь уничтожить нашу страну. И так далее, и тому подобное. Поэтому мне точно так же нравится проводить эти эфиры и готовить для вас те или иные интересные темы. Вот вы мне скажите, вы сегодня слышали что-то по телевизору о том, что сказал представитель администрации самой могущественной страны в мире? Вот что-то слышали? Я уверен, нет. Потому что все замалчивают эту тему. А мы не должны ее замалчивать. Мы должны говорить о том, что в мире творится. И как относится мир, блин, к названию Украина, которая за эти годы успели испоганить. Смотрите, во что они играют. Как выглядят все эти выборы, да? Слушайте, люди, давайте вообще пообщаемся сегодня. Обычно у меня не получается долго вас принимать звонки, потому что время там, а мне хочется много тем выдать. А сегодня есть возможность. Вы же запомнили, да? Защищаться надо. Раз, два. На удивление, американское правосудие очень возможно доберется первым до наших негодяев, которые насиловали Украину эти годы. Два. Три. Тот, кто не хочет строить социальное государство, тот, кто не понимает, что ценность в стране со всех точек зрения это благополучие человека, его развитие, тот враг. Надоело подбирать слова. Никакой либертарианец, либерал, они враги. Просто запомните это. Потому что им мы с вами не нужны. Мы для них материал. Для меня люди это основа страны, жизни, смысла. для них мы материал. Запомните просто эти вещи. Давайте, я звонок приму и кое-что скажу еще. Да, алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Николаев Артем вам звонит. Простите. Артем? Артем, да, да. Здравствуйте, Артем. Скажите, пожалуйста, вот этот такой момент был недели две-три назад. Наш любимый яценек, кроличек, был в телевидении с тремя нашими послами, четырьмя американскими. Это как назвать? Предательство? Или кто он был? Среди них, кто он такой вообще? В целом это человек, который давно уже... Или манкурт, или предатель, или кто он, коллаборционист, или... Я даже... Вот в голове у меня не лезет. Понимаете, вы должны все время объяснять всем людям, потому что у нас, у людей, короткая память по всей вероятности. Все время забываем чуть-чуть. Пожалуйста. Вот вы должны помогать, потому что вы часто выходите в эфир. Потому что с людьми общаюсь и я тоже, с одной стороны, люди вот это через неделю забывают. Вот что происходит, или много информации, или просто они не входят в это. Понимаете? Несомненно. Информации очень много. И этот информационный мусор отвлекает, сбивает с толку. А особенно вот эта подсадка людей на... Как это называется? Ток-шоу. Это большая ошибка. Не смотрите ток-шоу. Вас обманывают там. Это все намеренно делается. Вернусь к вашему вопросу. Я и так каждый свой выпуск напоминаю людям, кто в чем виноват, почему случилось так или иначе, каковы последствия и что нужно делать. Я делаю это каждый выпуск, каждый час своего эфира. Поэтому, ну, простите, я это делаю. И теперь по персоналиям. У меня нет сомнений, что он враг. У меня нет сомнений, что он агент иностранного влияния. У меня нет сомнений, что он играет на два олигархата, международный и наш, внутренний. Еще раз, какой телеканал сегодня стал для него площадкой? Откуда он теперь не уходит? Все очень легко запомнить, все очень легко понять. Вне всяких сомнений, каждое появление этого человека во власти несло горе, беду, смерти, разорение, проблему. Напомню, что именно при Яценюке рванули вверх впервые тарифы. Напомню, что именно при Яценюке начали вороваться деньги, направленные на оборону страны. Напомню, что именно Яценюк стоял у истоков неконституционной, пенсионной и медицинских реформ. Напомню, что ушел он со своего поста просто из-за конфликта интересов с Порошенко, а не потому, что он честный. Я считаю, что это яркий представитель украинского негодяйства. Вот просто помните об этом. Помните и не забывайте. Смотрите, как у нас строятся выборы. Это сейчас... Слушайте, опять показывают эти рейтинги, что у Зеленского там 40 процентов, они, правда, опускаются все время, но это же кто-то ему рисует. Вот я провожу свой соцопрос, помните, две или три программы назад проводили, 73 процента уже бы за него не проголосовали. Вот, смотрите, это же не я нарисовал, это вы звонили. 73 процента не хотят его больше поддерживать. А ему сейчас рисуют 40. Я уверен, что на самом деле там нет этих 40, но играют же как. Смотрите, они задрали сегодня, как это правильно сказать, плату за участие в выборах. По Конституции каждый из нас имеет право выбрать того, кто ему нравится. Знаете об этом, да? Что они сделали, чтобы мы не смогли выбрать тех, кто нам нравится? Они настолько подняли плату за участие в выборах, что человек, который нам нравится, или партия, которая хочет участвовать в выборах, просто не может заплатить 80 миллионов, например, гривен. Это сделал Зеленский, когда он рассказывает, что он за демократию и против политических преследований. Это он сделал, надо запомнить это. А то вот это две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Нет, так не бывает. Мы сегодня хотим выбрать кого-то. А этот человек или эта партия говорят, у меня нет денег, потому что, чтобы заявку подать на выборы, я должен или побежать продаться олигарху, или кого-то обмануть, или украсть деньги из бюджета, чтобы заплатить 80, например, миллионов на участие в выборах. И тогда нам дают игроков, нам говорят, а вот, вот среди этих выбирайте. Вот, как пример, город Киев. Выбирайте среди дикого какого-то, ну, очевидно, неумного человека. Выбирайте среди проворовавшегося проходимца, выбирайте среди мародера, который чудит во время пандемии и зарабатывает на страхе и на страхе человека миллионы-миллионы гривен. Вот, среди них выбирайте. Это по городу Киеву. Вот, такой вариант предлагают. Потом предлагают вариант президентские выборы, да, там негодяй на негодяя, негодяем погоняет. И мы вынуждены с вами играться в то, что нам предложили. Вот, товар, все, другого нет. Нам надо ломать этот порочный круг. Посмотрите на город Киев. Он никогда не был, наверное, таким грязным, неухоженным, с разбитыми дорогами, с огромным, но каждый год разворованным бюджетом, как за время правления Кличко. Вспомните мосты, которые трескаются, которые стоят в два раза дороже, чем такие же мосты за рубежом, которые стоят десятилетиями. Вспомните, что творится на Шулявке, вспомните дороги в своих дворах, вспомните, что огромное количество коммунальных предприятий перестало зарабатывать для города деньги. Задумайтесь, в шесть раз, сейчас, не так, в три раза выросло количество транспорта, который в Киев заезжает, а доходы от автостоянок и от автопарковок упали в такое же, ну, тоже в три раза, вместо того, чтобы вырасти. Это случайно? Или, может быть, случайно замы задерживаются на взятках? Огромный 50-миллиардный бюджет просто воруется. Нет другого объяснения. Город дико застраивается. Город сточные канализации, стоки забиты. и так во всем, за что не возьмись. Это пятилетнее руководство городом с 50-миллиардным бюджетом. Потом появляются другие соискатели, повторюсь, там один другого лучше. Каждый из них в состоянии заплатить взнос этот в миллионы гривен для того, чтобы зайти на миллиардный бюджет и продолжить его пилить. И точно так же на уровне государства. Как поломать эту систему? Первое. Нормальным людям не надо бояться идти во власть, баллотироваться. Нормальным людям не надо бояться объединяться друг с другом и искать людей по душе и по интересу, также понимающих как вы, как я, как мы. Нормальным людям нужно объединяться. Это правда. Один прутик ломается легко, пучок ломается сложно. Так вот, я пойду на эти выборы, потому что ближайшие выборы это выборы местные, это выборы в том числе мэров городов. Я и левые силы будут участвовать в выборах в тех регионах, в которых мы уверены в себе. И я пойду на выборы мэра Киева. Я хочу просто показать, что формулы и уравнения, которые они нам рисуют, мы можем сломать и можем поступать по-своему. Что нужно от вас? Люди должны поддерживать своих кандидатов, люди должны поддерживать свои партии, люди должны не бояться. Берите пример с агрессивного меньшинства. Оно же берет вверх своими криками, гиканьем и толпой. Нормальные люди не должны бояться так же нормально отстаивать свои права. Если вот эта цена за вход на выборы не будет Зеленским опущена, люди должны или отменена вообще. То есть это по сути нам не дают голосовать за тех, кто нам по душе. Если цена эта не будет опущена, люди должны выходить на протесты. Люди должны отстаивать свою точку зрения и свое избирательное в данном случае право. Вариантов не так много. Или мы или нас. Выбирайте. Уверен, что вы, как нормальные люди, выберете, чтобы вы, а не вас. Чтобы мы, а не нас. Я готов принять звонок. Да, алё. Да, добрый вечер, Максим Юрьевич. Здравствуйте. Это Краматорск. Я хочу краткий вопрос вам задать. Вот предыдущий товарищ задавал вопрос по поводу вашего объединения и как понять и как найти нам вашу программу. Ну, программу мы, я так понимаю, что мы скоро увидим, найдем ее. В смысле скоро? Не, подождите, подождите, подождите. Я ж не говорю задними числами. Она давно на сайте. Зайдите, почитайте. Я ж сайт в общем доступе давно уже. Она нормальная, написана человеческим языком, все очень понятно. Пожалуйста, посмотрите. Задачу внуку поставлю, завтра будет все понятно. Ну, вообще, я сам такой, с техникой. Я старый человек, да. Максим Юрьевич, дорогой мой человек, вопрос следующий. я так и не услышал конкретно четкого ответа. Вы действительно собираетесь объединяться с ОПЖ вот этой партией? Для меня это партия, как для Даничана, для меня это партия предателей. Это переодели шкурку, была регион, и мы поддерживали регионы, теперь они разделились, теперь они поют эту песню нам непонятную, песню Даная, они легли под Порошенко, теперь они ложатся здесь. Вот как-то, пожалуйста, расставьте точки над И. Спасибо за ответ заранее, спасибо. Вы очень классно оцениваете внутреннюю политику, смотрите, видите ее суть. К сожалению, внутренняя украинская политика именно такова. Это раз. Два. Я не сказал, что я собираюсь объединяться с конкретной партией или там именно с этой партией. Я сказал о том, что для того, чтобы победить нормальные, разумные политические силы и лидеры должны объединяться. я не сторонник всеядности и в этом меня поддерживает мой товарищ по партии Волга. Я не считаю, что ради победы надо объединяться хоть с чем и мараться хоть во что. Нет. Но я считаю, что то, что на сегодняшний день силы, скажем так, разума и добра разъединены, играет плохую роль, что ли, для всех нас. на сегодня я не владею теми телевизионными, финансовыми, иными возможностями для того, чтобы пропагандировать нормальные вещи на всю страну. Это сужает результат работы, уменьшает его, это сужает охват аудитории. Я пользуюсь теми возможностями, которые у меня есть. Я стараюсь не терять ни минуты для того, чтобы каждое мое общение с вами давало надежду, знания и рождало хоть какую-то уверенность. Несомненно, если бы хорошие, мощные телевизионные каналы использовать правильно, а не, как вы правильно заметили, то, что было, ведь два так называемых оппозиционных канала играли четко на Порошенко на тех выборах. Если бы это правильно сделать, это было бы замечательно. Это будет самый четкий на сегодня мой вам ответ. Забегать наперед не буду, потому что вы о том будете хватать за язык. Так, режиссер, на чем мы остановились? А еще? Не, не нужно. Итак, выборы будут. Я уверен, что это будут выборы точно местные, вероятно, что это будут досрочные выборы и в парламент тоже. Очень вероятно, этот вариант рассматривается. А вообще, при той ситуации, которая происходит сегодня в стране, опять же, я уже говорил, если президент найдет в себе мужество понять, что он не в состоянии рулить, а рулят им и рулят страну туда, куда, откуда она уже не вырулит, вполне вероятно, что будут досрочные президентские. Я пока предполагаю, в каждых из выборов, которые названы, и я, и левые силы участвовать будем, как бы этого не хотели олигархат и их карманные политики и партии. Мы будем это делать. Я уверен, что люди нас поддержат, потому что, ну, потому что, терцемном датум, третьего не будет дано. Я готов принять звонки. Да, алло. Тихо, тихо, тихо. Добрый вечер, студент. Добрый вечер. Это дед Михаил Слобожанщина. Мне бы, вот, слушая вас и многих других ораторов, мне все нравится, что у нас в Украине все очень плохо и все хуже и хуже. Это как кусок штукатурки отпал от большого дома и медленно или быстро превращается в пыль и прах. Мне бы хотелось спросить, а не правильно нам вернуться к истокам? Понимаете? Те истоки, от которых мы вышли, когда у нас все было на высоте, и медицина, и экономика, и, ну, абсолютно все было на высоте, и тарифы, и тому подобное. Понимаете? Я имею в виду о том братском народе, когда мы все были вместе, Россия и мы. Ведь когда мы были с ними вместе, у нас было все хорошо. И наши казаки и по Парижу занимали, и наша победа была, и тому подобное. Все было только в братском народе. Но если нас сейчас хотят отнять это понятие победителей, и поэтому хотят с нами управлять, потому что так будет легче управлять. И еще хотелось бы спросить, вот ваша партия, как она называется? И вообще предусматривает ли она дружбу с соседями? Называется она «Не кладите трубку». Называется она «Союз левых сил». В программе написано четко, черным по белому восстановление отношений, как вы говорите, с соседями. В программе написано внесение в Конституцию изменений и установление двух государственных языков, украинского и русского. Половина украинцев говорят на украинском, половина на русском. Никакой проблемы в этом нет. Программа предусматривает много созидательного, а не разрушительного. А что касается дед Михаил, да, мне так к вам обращаться? Так точно. А что касается уважаемый дед Михаил, того, что говорят другие ораторы, скажу честно, ко многим ораторам я отношусь критически и аккуратно, я могу вам отвечать за себя. Вернуться так, как когда-то было, просто взять и вернуться, не получится. Для этого надо снести сначала то, что здесь встроили и надстроили, а только после этого заново создавать что-то, что будет объединять с братскими странами. Я так считаю. Я ответил на ваш вопрос. По сути, да, но не полностью. Как же, если по сути это полностью? Мне бы хотелось все-таки узнать, у нас же Киев мать городов русских, понимаете, и даже строитель той же Москови, или Москови, как хотят ее называть, похоронен в Киеве, понимаете. И ведь это ж мы, как говорится, породили все это. Это мы единый народ. Нас просто раскололи для того, чтобы мы друг друга кусали. Это правда. Поэтому не надо. Я понимаю, что Запад, он вообще заинтересован, чтобы мы разрушили Украину. То есть было разрушено. Потому что у нас столько ресурсов, возможностей. Если нам дать встать на ноги, мы за пояс заткнем этот Запад. И поэтому нам этого боится. Вот всячески противостоит тому. А США вообще стараются нас делать тараном против нашего брата, как говорится. Я понимаю. И то, что там говорят, кто как воюет и все прочее, это совсем я по-другому понимаю. мне кажется, что это очень много таких наслоений, которые нам паривают и паривают для того, чтобы мы грызлись со всеми. Несомненно. Есть, конечно, у нас разделение и Западная Украина, и Восточная Украина, но она, по-моему, должна прийти к единому. Мы должны понять друг друга. Не заставлять там свое или мое уважать, или их не надо навязывать. Мы сами выбираем, как вот пульт управления, какую программу смотреть, какая нравится, такую смотрим. Так же никого не надо заставлять, квоты вводить на языки и все прочее. Я сам должен решать, что мне слушать, кого слушать, какие песни мне нравятся, какие нет. Я вот порой смотрю вашу программу на украинском языке с удовольствием, многое понимаю. Смотрю порой Ивано-Франковская программа тоже. западная лечена тоже понимаю прекрасно и порой мне их программы очень нравятся. Все это можно объединить и только нужно одни умелые руки. А вот за Зеленского хочу сказать одно. Это о нем столько говорят плохого. если все плохие слова убрать, что о нем говорят, то это получится просто тишина. Меня убило то, что он Польшина говорил насчет победы. Мне кажется, дед его бы тоже бы не слушал. Но много, невозможно его понять, то, что он наговорил и то, что он сделал. И то, что он еще хочет сделать. Он хочет отнять вообще у нас чувство победителя народа. Дед Михаил, одну минуту. Первое. То, что из Украины делают, как это сказать, вы назвали это тараном, я это когда-то называл или кочергой, или палкой, для того, чтобы нами, страной, бороться за геополитические интересы здесь, в Евразии, я говорил еще в 2017 году. в 2017 году, когда все остальные оглядывались, молчали и думали только. И говорил это по телевизору на всю страну. Это раз, два. Так и есть на самом деле. Я с вами полностью согласен. Два месяца назад на вопрос, а как по-вашему нужно объединять регионы, ведь мы разные, да, мы разные, и мы надолго теперь останемся разными. Только экономические варианты, только взаимовыгодное экономическое сообщение и не больше. Запрет на рассказы о культуре, истории, языке, вере. Запрет. Во Львове живут пусть по своим правилам, кто у них там герой. Они не имеют права это экстраполировать на Киев, на Донбасс, на Юго-Восток. Взаимоуважение к языкам, к ценностям даст передышку. А затянет раны экономическое развитие. Вы правильно сказали, на сегодня из Украины намеренно сделали такую убогую страну. Мы не нужны им как конкуренты, мы нужны им как сырьевой придаток, плюс огромная хорошая территория, не больше. Это легко понять, прочитав ассоциацию с Европейским Союзом. Покатайтесь к нам, посмотрите, как мы живем, оставьте у нас свои деньги, но продавать нам сюда нифига вашего не надо. И вообще, вы там у себя делаете даже не полуфабрикаты, а исключительно сырье в небольших количествах, которых мы вам скажем. Это мы у вас купим. Это настолько очевидно, настолько подло, а еще более подло, что это поддерживают украинские правители и украинские правительства. В этом максимальная подлость и предательство в отношении собственного народа и собственной страны. поэтому я и говорю о том, что реформировать это не нужно, это надо разломать, не жалея, не жалея тех, кто это создавал, эту ужасную конструкцию на территории нашей страны. И создать нормальное новое, оно то, что естественным образом создано от Бога, оно и так будет создаваться. просто это надо где-то окучить, помочь, там, то да сё. Ну, вы знаете сами, как это делается, как сад выращивается. Так и из Украины можно получить нормальный хороший цветущий сад. У меня нет в этом сомнений. У меня нет сомнений в том, что надо быть конченными идиотами, чтобы объявлять экономическую блокаду своему собственному региону. Это сделали откровенные враги Украины. Потому что просто экономическая блокада несёт минимум 2 миллиарда долларов убытков в год для нашей страны. Минимум. Я говорю сейчас только о голых цифрах, я не говорю о судьбах людей. Кем надо быть, чтобы такое сотворить? И почему Зеленский до сих пор её не отменит? Ну, ответ, вопрос, вернее, риторический. Мне не важно, какие у него там семейные рамсы, как он там с дедом или с родцом разговаривает или определяется, или там что, кто о ком думает. семейные дела. Но для меня важно то, что от его решений, действий, а точнее бездействий страдает страна, в которой я живу. И страдают люди, которые в этом не должны быть повинны. Миллионы людей. Мне сегодня один человек посоветовал, он говорит, ты внешне очень неэмоционален. Говорит, будь чуть больше эмоционален. Я всегда стараюсь в свои слова вкладывать больше смысла. Я не очень верю кричащим, орущим, брызгающим слюной, перевертням, которые недавно орали против, допустим, дня победы, а сейчас орут за день победы, матюкающимся, там, ну и так далее. Таким фюрером украинского разлива. Я не верю им, потому что это брехуны. Мне не нравятся люди, которые шумят. Поэтому вы уж не в защите, если в моих докладах вам мало эмоций. Поверьте, они есть внутри, просто не люблю выставлять на показ. я пытаюсь делиться разумом, знаниями, анализом. Ну, где-то так. Хайповать и потажить не мое. Мое дело делать. И враги, и друзья говорили, что у меня это хорошо, и говорят, что у меня это хорошо получается. Так что будут выборы, поборемся и за мэрское кресло, поборемся в других регионах, а потом поборемся и за Украину. Иначе какой смысл тогда всего этого? Никакого. Поставьте какие-то картинки, что ли. Джулиане поставьте. Красивый. Улыбается хорошо. Давайте еще звонки. Сегодня будет рекорд по звонкам. Да, алло. 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 Да, да, здравствуйте. Максим, здравствуйте. Меня зовут Диана, я с города Киев. Очень рада вас слышать, вообще не верю, что у меня получилось дозвониться до вас. Почему? Мы всей семьей смотрели вашу передачу, субъективное мнение, ни одно не пропускали никогда. Спасибо. Нам очень приятно слышать вас, смотреть на этот разум, на все. Мы хотим сказать, что мы поддержим, у нас очень большое общество, мы поддержим вас и мы рады слышать, что вы баллотируетесь в мэры, потому что раньше, насколько я помню, вы далеко держались от политики, пытались держаться подальше от нее. Надеюсь, мой номер зашифрован, я хочу сказать, что Россия это наши братья, и что я хотела бы, чтобы все было как раньше, чтобы Белоруссия, Россия, чтобы мы все были как единое целое. Ни в коем случае не Америка тут была. не кладите трубку, пожалуйста. Несомненно, это надо будет делать, потому что это залог выживания. Вспомните, как только люди были вместе, они нормально себя чувствовали, они оборонялись и даже нападали, когда надо было нанести первыми удар. Специальное разделение, мы только что это обсудили с человеком, который звонил до этого, с дедом Михаилом. Это было сделано намеренно и маленькое агрессивное меньшинство было поставлено во главу страны, и это меньшинство, обманув огромное-огромное большинство, просто использует сегодня Украину в пользу своих хозяев, иностранных хозяев. Что касается политики, вы знаете, я же тогда учредил публичный аудит, и мы думали генерировать хорошие вещи, мысли, документы, идеи, для того, чтобы помогать правительству, людям и так далее, но мы поняли, что антиукраинскому правительству умные вещи не нужны и идеи, оно от них шарахается, потому что эти идеи идут в разрез тому, что им ставят и что они делают. И мы поняли, что, вот помните как-то фраза, если ты не интересуешься политикой, совершенно не значит, что политика не заинтересуется тобой. Так и получается. Если мы опять, вот давайте, на примере Киева. Киев содержится на наши с вами налоги. Изменили законодательство и огромное количество наших с вами денег, допустим, подоходный налог, идет в казну Киева. И все, там растворяется. Максимум, чем они могут похвастаться за пять лет, за пять лет задумайтесь, это треснутым мостом, парком Наталка, А чем еще? Подскажите, что еще? Ребят, чего молчите? Вы тоже не знаете. Я смотрю, вот на ребят, кто в студии, киевлянешися. Я просто не помню, что еще. Задумайтесь, каждый год по 50 миллиардов, это четверть триллиона гривен была прожрана, и мы можем точно так же с вами оставить его заново, и он точно так же с дебильной улыбкой будет с городом творить то, что творилось дальше, то, что творилось раньше. Я этого не хочу. А теперь возведите это в масштабы страны. Нельзя это допускать, иначе здесь нечего делать. Я прав или неправ, Диан? А, положили трубку уже, Как говорят, выбор был прост, решение добродетельно. Да, надо идти, надо делать дела. Надо, это многое дает, это показывает людям, что они не одни, что мы не одни, мы вот, нас много на самом деле. Мы просто, наверное, больше были честными и скромными и старались быть аккуратными в этих вопросах, но здесь сейчас это ни к чему. Нужно идти. И то, что по праву, нужно брать и делать. вот так. Я так понимаю, звонки я уже не приму. Джулиане обещает продолжение расследования, на самом деле это важно, на самом деле это важно, потому что своим, чужим правосудиям не важно, но главное достичь справедливости, наказать. Люди должны почувствовать, что разбойник, который дурил их, который вытягивал из страны миллионы их денег, запомните, у каждого из нас минимум они вытянули по 25 тысяч долларов. Ми-ни-мум. Умножьте на членов своих семей и вы увидите цифру. Задумайтесь. Поэтому в данном случае я искренне хочу, чтобы американский народ сделал свой выбор. Толковый выбор. Ну а что касается украинского народа, я все-таки думаю, что у нас хватит в конце концов ума, смелости и решительности поступить по-своему, а не так, как нам рассказывают или так, как нам пытаются всунуть или всучить. Пусть Бог хранит Украину, каждую украинскую семью. Всем счастливо, хорошей недели, берегите себя, берегите своих близких, вооружайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова